Алёна Романова, наша пианистка, Константин Шумайлов, наш пианистка, Тёма Мамая, наш барабанчик, пианистский 100 грамм, Лёша Федичев, наш гитаристка, Роман Невелев, банс-гитаристка, Иван Васильев, и Антон Бочников, тромбон. Две программы, с которыми мы ездим по стране и где-то и по миру, это как раз программа «Иначе», с которой мы должны были, очень хотели в прошлом году дать здесь премьеру в Киберии, но у нас не случилось. И в этот раз мы привезли сольник. Хотели тоже привезти «Иначе», но нам не получилось залом, адекватным этой программе, потому что программа «Иначе», она большая, там 30-метровые экраны, очень визуализирована, ну, там, в общем, она требует каких-то пространств. Мы, может быть, единственная или одна из немногих групп в России, которая возит аппарат, берёт в аренду серьёзный звук свет, и наша программа, и наши концерты отличаются высоким качеством. Здесь я говорю правду. И люди в Сургуте, где мы только что давали её, и в Нижневартовске это осознали, это было видно, да, и слышно. Вот. И это тоже, может быть, из-за этого билеты подороже, потому что два трейлера с аппаратурой. Звук и свет мы везём из Риги. Представьте, из Риги сюда затащить два трейлера, это сколько на одном керосине можно умереть просто. Поэтому ребята, которые жалуются на высокий цен на билеты, ну, пусть войдут в наше положение, качество стоит того. И качество важно вообще для музыкального движения. Можно, конечно, играть там на трёх колонках, и как бы так, на местах, к сожалению, нет хорошего звука. Часто нет. И поэтому мы вот везём эти трейлера, и вот как бы так работаем. Но зато нам перед публикой не стыдно, по крайней мере, что касается качества. А это очень важно. Будут стихи, будут песни. У нас программ сложился этот сольник. К примеру, я была позапрошлым году в филармонии в Питерской. Она обросла как-то, она меняется. Вообще, очень такая интересная программа. Мы можем что-то выбирать, что-то выставлять во фланге или в авангард этой программы. Менять. Вот новые песни вводим. Чтобы нам самим, главное, чтобы самим было интересно. Вот. Её играть, петь, жить в ней. Это вот. Ну, в общем, вот, приходите. Ребята, не знаю, что со мной согласится, но когда новая программа, всё время чувствуешь себя начинающим. Ты думаешь музыкантом, потому что ты полон какого-то не то чтобы неверия, а с опаской относишься к своим творческим потенциям. Ты думаешь, сможешь ли ты решить эти проблемы, задачи, которые ты ставишь перед собой, какие-то другие. Это всё время, всё время на измене. Когда вот делаешь новую программу, и мы тоже и ругаемся, и спорим, и ищем, и иногда находим, иногда нет. Это всегда по-новому, и это, по-моему, здорово. Когда ты вот всё время вот находишься на грани, над обрывом, над пропастью, воржи вот в этой, да, перед неизвестным будущим. Но ты всё равно как-то идёшь вперёд, ну, с другой стороны. Или наводишь мосты, но это очень важно. Но ощущение это есть всегда. Оно, если оно пропадает, ты становишься звездой, а это чудовище. У нас Андрей Васильев, наш гитарист бывший, говорил, звезда – это тогда, когда лучи мешают в метро, с людьми общаться. Вот мы блок сыграли 10 городов, вот недавно юга России и так далее. И сейчас вот у нас 6 городов. Это вот как раз этот регион, мы после Тюмени в Омск, а потом вот впервые едем в Казахстан, в братскую страну нашу, да, и там у нас будет и сольник, и иначе, в Алмаке. Большой концерт будет очень, да, вот там. Потом мы вернёмся, потом у нас ещё два благотворительных. В Москве мы сыграем усечённым составом, да, потому что там мало аппаратуры, ну, будем собирать деньги для людей, страждущих. Ну, а потом, потом у нас в январе покажем иначе в Нью-Йорке, вот. Потом весной у нас будет Восточная Европа, Берлин, тоже иначе. Мы хотим вот эту программу, иначе мы её добиваем просто. Вот мы в Россию фактически проехали уже около 50, наверное, городов, да, Костя? Да, это немало. Представляете, вот эти триллеры с аппаратурой? Да, и, в общем, немало, и... Ну, вот сейчас мы добиваем Прибалтика, Калининград, Восточная Европа и Берлин, Нью-Йорк, и завязываем с ней. И будем летом уже думать, что делать дальше. Ну, то есть, как бы иначе мы добиваемся. Ну, программа хороша, иначе, конечно, так что-то. У нас три программы было вот таких. «Черный пёс Петербург», «Мир номер ноль» и «Иначе». Такие, которые можно обозвать концептуальными, да, которые имеют свои дебреты, сквозное действие, какую-то вот драматургию. Без риска ничего не будет. Ничего нового. Многие наши коллеги, они сидят на бобе ровно, там, прям, ничего не делают. А это же интересно же. Ну, это большой риск, конечно. Я понимаю, коллег, но уже риск огромный в нашей стороне. Наша страна не готова к большим концертам, к этим вагонам с аппаратурой. У народа, во-первых, нет денег, чтобы купить билет, там, за три тысячи рублей. Или, там, за две. Ну, нет денег у большинства студентов, школьников, бюджетников. Во-вторых, залы не приспособлены абсолютно. Они выстраивают даже хоккейные площадки, называют это спортивно-концертный комплекс. А в результате, ну, никакой акустики вообще нет. На ней экономится, не обшивается вот этими материалами залы. Гул, рёв, ужас просто. Строится хоккейная площадка, а вот это стекло хоккейное люди снять не могут просто. И люди сидят за стеклом, слушают музыку. Ну, это какое-то шоу хомячков «Дом-дом-3». Какой-то просто. Ну, везде битвы, везде... Ой, кошмары. Каждый пожарник желает денег. Каждый, там, это... Ну, это, короче... Ну, всё равно мы вот эти 50 городов проехали. Но это была битва в каждом городе. Просто битва.